Всем привет! Знаете, чем мне нравятся индотерминатные высокорослые помидоры? Пустил их в один или в два стебля, и они растут в себе спокойно, все лишнее. Удаляешь все пасынки потихоньку, нижние листья, если в этом есть необходимость, и урожай получается достаточно хороший. А вот с детерминатными помидорами открытого грунта немножко все по-другому. А точнее, все по-другому, особенно если они зажирели. Кстати, давайте пройдем к помидорам открытого грунта. Собственно, вот грядка с помидорами открытого грунта. Еще две недели назад я хотел здесь удалить пасынки, но все пасынки были с цветами, даже самые новые. Я решил оставить все как есть. На прошлой неделе, когда я приезжал, были дожди. Я эту грядку вообще не открывал толком, не смотрел, что здесь происходит. И, собственно, сегодня 9 июля, и, как видно, тут у меня происходят джунгли. Поэтому, хочешь не хочешь, а формировать эту грядку придется. Плодов здесь не особо много. В основном растет ботва, хотя вот на некоторых кустах, вот на этом, тут вот есть хорошо завязавшаяся кисть. Вот рядом это один и тот же сорт. И еще там на одном тоже. А на других тут либо по одному плоду, вон я вижу, либо просто они цветут. Что мне не нравится во всей этой формировке вот этих вот помидоров. Когда индотерминатный помидор пускаешь там в один, в два, ну в три стебля даже, да, там все понятно. Все пасынки удаляешь нафиг, остальные, и он растется и растет. Это же помидоры детерминатные. И, кроме того, что тут надо определиться, какие из пасынков лучше удалить, а они обычно все с цветами, и удалять их жалко. Так они, поскольку еще детерминатные, ты никогда не знаешь, где верхушка закончится цветочной кистью. И так получается, что либо остается слишком мало пасынков, и получается маленький урожай, либо получается, что слишком много пасынков, и тоже получается, хрен знает что. Особенно вот если полить навозом, как я вот весной сделал. Плюс на этих пасынках, которые ты оставишь, например, если в пять стеблей его пустить, да, на них же тоже дополнительные пасынки появляются, их тоже надо удалять. И вот это вот бесконечное удаление пасынков. Но, к счастью, есть сорта, которые можно вообще не формировать. И, наверное, такие я теперь только сажать и буду. Пока я знаю, такой только один сорт, точнее несколько сортов, это балконные. Вот их если формировать, тогда там урожай снижает. Это у нас сорт пиноккио, сорт шапочка желтая, и, наверное, вот который я еще в этом году посадил. Но они все черри, они мелкие, и не урожайные нифига. Короче говоря, на хороший урожай с этой грядки я уже не надеюсь. Все-таки это не теплица, это открытый грунт. И всего скорее тут уже пойдет фитофтороз. Ну, там посмотрим. Попробую исправить ситуацию. Буду сейчас я их формировать. Но сделать это будет не так-то просто. Как говорится, глаза боятся, руки делают. В общем, сформировал я помидоры. И не так уж это и сложно было. Просто такие были заросли, что казалось, что действительно очень сложно. В общем, вот так это выглядит. О, кстати. Да не так уж тут и мало за визита. Ну вот на этих, да, на этих поменьше. Хотя он там тоже что-то снизу есть. Кстати, вот на сорте Жигала, где он у меня, есть у меня с этой стороны, с этой стороны. Он еще один только. Эх, ладно, не буду сейчас открывать. Короче, там тоже есть завязи. То, что это сорт Жигала, я понял по форме плодов. Другие он. Другого этого самого формы. А вот эти вот супер детерминатные помидоры, кстати, подрастают. И плоды тоже подрастают. Вот они. Ну, посмотрим. Что будет дальше. Кстати говоря, в тот год, когда у меня все помидоры загнулись от фитофторы, у меня был не этот сорт. Это сорт Шапочка Желтая. Этот я не помню. Вот, в тот год, когда все помидоры загнулись от фитофторы, именно вот эти вот супер детерминатные, тогда у меня рос сорт Пиноккио. Вот, он самым последним заболел фитофторой. Но Пиноккио мне не понравился вкусом. Слишком уж он кислый. Да и плоды у него слишком мелкие. А вот у Шапочки Желтой плоды покрупнее. Вообще, куст должен быть, конечно, к этому моменту времени уже побольше. Но вот, поскольку я их весной не укрыл, ветра, низкая температура, слава богу, у меня не было заморозков. Вот. В общем, укрывать растения надо. Так. Если я все правильно посчитал, вот этот вот сорт, на котором больше всего плодов, это сорт номер 6. Вообще-то, есть вероятность, что на этой грядке фитофторы не будет. По нескольким причинам. Первое, это все-таки гряда высокая. Соответственно, влажность здесь ниже. А как мы знаем, фитофтора развивается при высокой влажности и низкой температуре. Второе, укрытие. Может быть, температура здесь ночью такая же, как на улице, но, по крайней мере, от ветров они защищены. И частично от дождя. Частично, потому что спонбонд, он все-таки пропускает воду. Второе, у меня здесь лежит сено. И оно разлагается. Лежит оно на поверхности. Здесь происходят процессы аэробные. А в сене, как известно, разводится сенная палочка. А сенная палочка, это основной действующий компонент фитоспорина. И в-третьих, я все-таки выбирал сорта устойчивые к фитофторе. Но это все теория. А у меня огород практичный, поэтому про фитофтору мы поговорим уже осенью. А пока будем надеяться, что помидоры созреют, и я их все-таки поем. На сегодня у меня все. С вами, как всегда, был Николай Пименов на канале Практичный Огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Да пребудет с вами урожай.